всем доброго раннего утра скажу вам честно друзья мои я свои дела личные свои дела работы которые мне естественно как человеку выгодны потому что они приносят прибыль мне это мой заработок да я отложила в сторону потому что я не первый раз так делаю когда я свою личную откладываю сторону для того чтобы быть полезной той ситуации в которой оказались мы все воле судьбы или слова рока ну как бы там ни было это было во все времена во все века не мы первые не мой последний к сожалению поэтому в наш век вы должны быть сильные преодолеть умудряться жить в это время потому что время и жизнь нас не ждет мы должны прожить свою жизнь но заодно и и бороться и быть полезным для тех людей которые борются за нас перед вами представители воинства двух разных времен издревле и сейчас на современные и за их спиной крылья духа покровителя я таким способом таким алтарем захотела вам показать что во первых воины с древних времен до наших дней это защитники рода человеческого они отдают себя в жертву для того чтобы чей-то род продолжался спасая женщин детей молодых мужчин в основном естественно и других в том числе но в основном тех кто будет продолжать род человеческий они отдавая одну жизнь спасают тысячи жизней не только в буквальном смысле но еще и в переносном смысле поскольку эти молодые люди создают семьи рождают детей именно благодаря тем кто отдал свою жизнь за них у них появляются дети внуки правнуки то есть один человек дает жизнь огромному количеству людей которые через каждый век до еще больше приумножаются и можно сказать что один человек который погиб спасая предположим нескольких детей отдал жизнь свою благодаря этому человеку эти дети создали свои семьи у них появились свои дети если у каждого хотя бы по два по двое детей родилось через несколько сотен лет это население целого города через тысячи лет это население целого района и региона понимаете вот каждая жизнь отданная за людей спасает тысячи и миллионы жизни вот вот почему во всех культурах воины считались то есть их жертва считалась самой благородной самой достойной жертвой во имя человечества и вот почему во всех культурах и во всех пантеонах богов существовало определенное место куда уходили души воинов чтобы им была дана возможность насладиться тем чем они не успели насладиться при жизни отдав свою молодую жизнь зачастую это молодые люди понимаете почему им особое внимание почему у значит северных народов валхала как символ пристанище символ того места где воинская каста обитала то есть души воинов и валькирии забирали их валхалу для того чтобы те вечно пировали то есть они заслужили и память и благодарность и почитание потому что отдавали свою жизнь за род человеческий до их и поэтому и называют во многих культурах мученики и прочее но друзья мои помимо того что есть гибель воина есть и войны которые возвращаются славой и победой и они не менее достойные люди чем те которые отдали свою жизнь но им было суждено выжить или было суждено или вот таким вот образом как вы видите покровительство кто-то им и возвращал домой и во все времена поскольку человечество находилось воинах всю свою историю вся история человечества это воины во все времена были обереги заговоры талисманы всякого рода которые оберегали помогали и давали возможность человеку живым здоровым вернуться во время великой отечественной войны приходили к ведьмам узнавали каким образом уберечься что делать чтобы остаться в живых и знающие люди люди силы давали какие-то рекомендации объясняли что надо делать что нужно начитывать или сами начитывали отдавали и просили отдать сыну и эти обереги помогали человеку вернуться живым заметьте они шли не в церковь они шли к ведьмам потому что знали что увидим больше знаний в этой сфере и они обязательно их вернут обратно и вот это слово заговоренный знаете там как заговоренный или пуля его не берет я знала таких людей они были уже старые люди у которых ни одной царапины они всю войну великой отечественной прошли и много таких случаев и вот последние годы все что происходит в мире я еще раз убедилась и утвердилась в том что магия она спасает и когда мне рассказывали невероятные истории что перед тем как начитать то есть перед тем как идти начитывали этот заговор или там сыновья говорили знаешь мама там никого не осталось кроме меня в живых у меня там какой-то незначительный ожог руки всего лишь и все и эта женщина просто приходила в такое иступление потому что понимала что там шансы были вообще на нуле иногда люди удивляются но ты не мог остаться в живых и человек обижается мол учил хотели чтобы я погиб нет не в том смысле но просто это невероятно как ты выжил эту же ну нереально и вот я говорю вам еще раз объясняю и вот в этом случае я гарантирую не люблю это слово мы не можем от лица духов гарантировать но в этом случае я вам говорю и гарантирую что заговоры спасают пусть не только мои есть более древние но просто трогать те которые не проверенные не стоит выше не знаете кто их там переделал что там внедрил какой смысл я могу говорить только за свою работу духи слышат и спасают еще раз вам повторю я знала многих людей которые просто верили в иконы в кресты в их защитную силу и сейчас эти иконы и кресты возле фотографий погибших сыновей лежат рядом и я знаю много людей которые мне писали за эти годы сколько мне писали а сколько еще не писали сколько люди просто брали делали бы друзья мои наверное больше двух тысяч чем-то смс за эти два года я точно получала с благодарностью о том что вернулся живым и было просто ноль шансов и он вернулся так что не ленитесь я вам недавно сняла ролик защиты обереги там назвала даже какие найти что просто набираете а береги ведьми не изба защиты ведьми на изба там спасти жизнь ведьми на изба вернись живым ведьми на изба вот просто от пули ведьми на изба и так далее Все эти обереги, все эти защитные заговоры выйдут. Выберите несколько из них, которые вам нравятся, или все по очереди читайте. В любом случае, они все помогают. И особенно более всего благодаря духа черед. И с этим духом связано очень много историй, поэтому я предпочитаю проверенных духов, если так можно сказать, проверенных сил внедрить в заговоры, те, которые уже знаем. Это не поле для экспериментов, понимаете, не в этом случае. Надо брать те силы, к которым уже обращались, и которые спасали людей не раз и не два. Просто говоря о том, черед, помоги. Я приводила вам истории, что она просила, сынок, ну хорошо, ничего не читаешь, хотя бы запомни эти слова, черед, помоги, если вдруг что-то будет. Вот он отмахнулся и уехал, а потом сказал, ты была права. Я просто попал в такую ситуацию, что мог оказаться в плену и все, что угодно. И просто сказал два слова, черед, помоги. Все повернулось в мою пользу. Так невероятно, что он был поражен. Я знала женщину, которую там, значит, занесла машина, ее машину занесло, извиняюсь, и она уже просто под фуру летела. И она говорит, просто никаких шансов. Дети орали, мать кричала просто невероятным голосом. Я только громко сказала, черед, помоги. И как будто нашу машину просто в сторону толкнули. И, значит, прям толкнули, и спокойно машина отъехала от дороги и остановилась в поле. И все эти люди, водители остановились. И этот мужик, который на Большой Грузии вышел, говорит, у него руки дрожали, тряслись. Он просто понимал, что он мог... Ну, он не виноват, просто он бы стал причиной нашей смерти. И, говорит, подошел, там девушка, как же вы смогли развернуть руль? А я, говорит, руль никуда не разворачивала, потому что машину так занесло, что я вот меня откинула в сторону, я уже не могла ни руль схватиться, ни за что. Вот просто вот так вот заносила, и прямо под фуру. Вы знаете, что происходит, да, в таких случаях? Как вообще гибнут люди? И нас, говорит, просто как будто бы какая-то сила просто машину развернула в сторону и остановилась. Много таких случаев, что человек ни с того ни с сего решил остановиться, что-то у него там какое-то предчувствие. Вот он прямо на оживленной трассе, какое-то предчувствие внутреннее, потому что он, проезжая, он видел какой-то сон, потом начитал защиту к черету и поехал. И на полпути у него какое-то нехорошее ощущение. И он отъезжает в сторону и останавливается. И вот попутчики не могут понять, что такое произошло. Не знаю, что там нет. И вот он останавливается, и буквально через несколько минут рядом врезаются машины, и там несколько человек гибнут. И вот если бы он поехал, он через несколько минут оказался бы вот в этой мясорубке. Понимаете? И много-много таких случаев. Так вот, такие моменты, такие жизненные страшные времена, они не для экспериментов. То есть в данный момент должны быть такие работы проверенные, такие силы должны быть в этих заговорах проверенные не раз, чтобы ты со спокойной душой, с чистой совестью отдавала людям, понимая, что это им поможет. А не просто там ради красоты, лишь бы что-нибудь показать. Нет. Поэтому если где-то повторяется имя духа, ну и замечательно. Разные обращения к нему, и они помогают. Есть еще очень сильный заговор моей прабабушки. Йот Тевани. Можете найти. Йот Тевани. Семикрылый. Правда, на армянском, но в любом случае. И насчет переводов. Мои работы переводить нельзя. Есть сила языка, есть вибрация языка, есть энергия языка. Если бы можно было перевести, я бы все эти заговоры и ритуалы перевела на русский язык и все. Но я вам даю на различных языках, потому что есть сила и энергия того языка, на котором он создан. Читайте, пускай с ошибками, ничего страшного. Я прекрасно все понимаю и никогда не напишу те слова, которые, если вы с ошибкой произнесете, будет смысл плохой. Нет. Я же знаю, что подбираю те слова, которые даже при неправильном произношении никакого вреда не нанесут человеку. Смотрите. Берете фотографию своего сына или дочери, который находится там. Не буду называть. В любом случае, вот находится в таком месте, где смертельно опасно. Может быть, они в спецназе работают, может быть, там во внутренних там войсках. Не знаю. В любом случае, в таком месте, где вот у них вот такая опасная профессия. Муж, сын, брат, отец, друг, товарищ и так далее. Человек может и на себя почитать. То есть для себя прочитать, да, на свое имя. Просто читать. А вы можете вычитать для него. Берете его фотографию. Становитесь посреди там комнаты или не посреди. Ну, в общем, становитесь. И читайте четыре раза, поворачиваясь на все четыре стороны света. Когда все благополучно завершится, отнесите красное вино, хорошее вино купите. Откройте дома. Можете открыть, чтобы там не открывать. Там выливайте это вино под дерево. Бутылку можете унести, чтобы не засорять, не загрязнять природу. Оставляйте столько монет, сколько лет этому человеку, на который вы читали. Еще раз объясняю для тех людей, которые говорят, а если у меня там сын, брат, еще кто-нибудь. На каждого отдельно читайте. Нельзя там коллективно, колхозно, про всех сразу. На каждого человека отдельно читайте. Берете фотографию человека. Ну, можете там переписать. Лучше перепишите заговоры, не читайте с телефона. Телефон отвлекает. Вы должны показать уважение к духам. И тем более, когда вы записываете, вы проносите через свое сознание. Понимаете? Потом спокойно, как бы без отвлечения на что-либо, можете повернуться и читать. Кошки, собаки, кто угодно, могут быть в комнате. Ну, кто угодно, имей в виду не при чужих людях, чтобы они не отвлекали. А кошки, собаки, живые создания, они могут остаться. Это не мешает никак. Любое время можно читать. Утром, вечером, когда угодно. Просто в темное время суток силы более активны. Ну, именно те силы, которые отвечают за защиту, за любовь, деньги и все прочее. Итак, взяли фотографию. Четыре раза прочитали. Повернулись на одну сторону, прочитали. То есть прочитали, потом повернулись, прочитали. Вот вокруг своей оси. Если вы там не повернетесь, именно в то место, где вы стояли, это не страшно. Главное, четыре раза читайте. Вы как круговую защиту ставите ему вместе с собой. А те, которые для себя читают, если у них нет возможности встать и поворачиваться, пусть они читают, просто читают этот заговор. Хотя бы один раз. Желательно четыре. Ну, хотя бы один раз. Или, если есть возможность, утром начитать, четыре стороны повернутся, и весь день вы будете живы-здоровы. Этот день, с вами ничего не случится. Но читать нужно постоянно. Так положено, так надо. Итак, читаем следующее. Чёрной птицей смерть мчится по небу. Станет черед-хранитель, древний дух-спаситель. Птицу чёрную остановит, мечом булатным взмахнёт, крылья чёрной птицы срубит. О, черед, могучий и благословенный дух! Заслони имя его от пули, от ножа, от всякого оружия. Огонь мимо него пройдёт. В дым превратится. Меч и нож рассыпятся и сгинут. Встанут вокруг него сотни духов-покровителей. Будут ему щитом. Сделают его для врагов невидимым. Неправильно, извиняюсь. Сделают его невидимым для врагов. И для пуль неуязвимым. Щит от... Щит тот великий. Ой, отвлеклась. Щит тот нерушимый. Спасёт его да защитит. От всякого зла, от ранней смерти, От плена и мучений, от засады и капкана. Во всякую минуту будет он спасён духом и хранителями. Будет ими защищён. И к матушке с батюшкой домой возвращён. Слово моё крепкое да лепкое. Дело моё право. Защита будет надёжна. Истинно так. Заклято. Послушайте меня. Если у человека нет отца, Только мать называйте. Если нет матери, Только отца называйте. Если нет родителей, Домой возвращён. Просто говорите. Надеюсь, запомните. Просто если отца нет, Не нужно говорить, Что там к нему возвращён. Запомнили? Поэтому точно узнать, У человека есть родители, Нет родителей, Если вы читаете на него. Плохого ничего не случится, Но желательно, чтобы этого не было. Так, ещё раз. Чёрной птице смерть мчится по небу. Встанет черед хранитель, Древний дух спаситель. Птицу чёрную остановит, Мечом булатным взмахнёт, Крылья чёрной птицы срубит. О, черед могучий и благословенный дух, Заслони его от пули, От ножа, от всякого оружия. Огонь мимо него пройдёт, В дым превратится, Меч и нож рассыпятся и сгинут. Встанут вокруг него сотни духов-покровителей, Будут ему щитом, Сделают его невидимым для врагов И для пуль неуязвимым. Щит тот великий, Щит тот нерушимый, Спасёт его да защитит От всякого зла, От ранней смерти, От плена и мучения, От засады и капкана. Во всякую минуту Будет он спасён духом и хранителями, Будет ими защищён, И к матушке с батюшкой домой возвращён. Слово моё крепкое да лепкое, Дело моё правое, Защита будет надёжная, Истинно так, заклято. Ещё раз. Чёрной птице смерть мчится по небу, Станет черед хранитель, Древний дух спаситель, Птицу чёрную остановит, Мечом булатным взмахнёт, Крылья чёрной птицы срубит, О, черед могучий, Благословенный дух, Заслони его от пули, От ножа, От всякого оружия, Огонь мимо него пройдёт, В дым превратится, Меч и нож рассыпятся и сгинут, Станут вокруг него Сутни духов покровителей, Будут ему щитом, Сделают его невидимым для врагов, И для пуль неуязвимым. Щит тот великий, Щит тот нерушимый, Спасёт его да защитит От всякого зла, От ранней смерти, От плена и мучения, От засады и капкана, Во всякую минуту, Будет он спасён, Духами-хранителями, Будет ими защищён, И к матушке с батюшкой Домой возвращён. Слово моё крепкое, Долепкое, Дело моё право, Защита будет надёжной, Истина так заклята. Там, где я говорю, Его, его, Вы называть имя. Но если это её, Естественно, Называйте её имя. Пусть все вернутся живы и здоровы, И психические, И моральные, И физические. Желаем этого. Хотя это не совсем возможно, Чтобы полностью были здоровы После такого. Но в любом случае, Как бы там ни было. Проводите, дорогие женщины, Потому что в основном Это делают женщины. Проводите. Ваша связь с миром духов Намного сильнее, Чем у мужчин. Поэтому вас духи слышат быстрее. Проводите. Верьте в эти силы. Благодарите эти силы. И будьте сильны духом. Не допускайте плохих мыслей. Плохие мысли тоже имеют Свойство сбываться. Всем удачи, Всех благ. И скоро, естественно, Выложу еще другие работы. Вы знаете, что я Человек Самоотверженный. Самоотверженно означает Отвергать свои интересы Во имя других. Это мой долг. Ничего такого я Я не считаю, Что это героизм. Это мой долг Как человека. Как знающего человека. Если я могу этим помочь, То я этим помогаю. Это тоже немало. На самом деле. Всем удачи.